В 2014 году в дом по адресу Седнего, 27, въехали новые жильцы. По словам соседа сверху, не успев переступить порог квартиры, они затеяли ремонт и снесли вначале несущую межкомнатную стену, а после вовсе подвесили на фасад громоздкий балкон. Я обращался в всевозможные организации, то есть в Уют-2011, который дал ответ, что он не разрешал пристройку данного сооружения. Потом я обращался в райсовет наш Ингулецкий, где наш начальник райсовета, Рыжков, написал, что тоже он не разрешал, но якобы посоветовал узаконить эту пристройку. То есть абсурд какой-то. Законом запрещено, а Рыжков посоветовал узаконить. По словам недовольного соседа, при установке сооружения подняли газовую трубу, обеспечивающую голубым топливом всех жильцов. Владельцев балкона дома не оказалось, но мы разыскали хозяйку квартиры на работе. Мы через суд документы все делали. Через суд? И на балкон тоже? Конечно. И как она оформлена? Вынесла судебным решением в порядке суда, все вынесло на разрешение, выданы все соответствующие документы. Все разрешающие документы нам показал и владелец квартиры. Оказывается, балкон влетел ему в круглую сумму. За несвоевременное оформление пришлось заплатить штраф более 10 тысяч гривен. Мне нравится, соседу не нравится, ему затекает вода. С первого на второе, не знаю как. Строили и все с металла. Тяжело, там нема ничего. Он висит. Нема такого, чтобы даже подпорок нет. С 20 квартир никому не тянет, а ему тянет. Извините меня, маразм. Узаконить узаконили, но разрешение не спросили, говорят юристы. Балкон занимает часть придомовой территории. Поэтому его владелец должен был взять письменное разрешение жильцов подъезда. В 357 статье гражданского кодекса предусмотрено, что собственник жилого помещения в многоквартирном жилом доме имеет право осуществить улучшение, либо же достройки в том случае, если это не нарушает прав других жильцов. В любом случае, никто не отменяет их право обратиться в суд для защиты своих прав и законных интересов. Для того, чтобы доказать вред конструкции дому, жители должны обратиться к проектным организациям и провести экспертную оценку сооружения. Только после этого они могут подать в суд. Инна Даньшина, Евгений Анистрат, Первый городской.